Всех приветствую на своем канале. Как-то у меня был запрос про шкатулки, причем дважды повторялся. Я так поняла, что про шкатулки на этой полке. Если нужны шкатулки полностью, то я потом достану. У меня есть несколько еще сундучков, которые делал дедушка. И вообще я люблю всякие сундучки, коробочки. В основном сундучки. Вот этот я покупала очень давно, еще при маме, когда была совсем мелкая. Может лет в 9 или в 10 на какие-то там подаренные деньги. Я перлась вообще от всего такого. Ну, такой своего рода полуаристократ, не знаю. У меня даже, когда я однажды лежала давно-давно в больнице, у меня женщина, которая со мной лежала, тоже что-то лечила, она сказала, что у меня какое-то аристократическое западное воспитание. В общем, это слоновая кость. Это сундучок такой. Тут можно было какой-нибудь замочек вставить. Я сейчас его, пожалуй, донесу до кровати. Видео у меня совершенно спонтанное, поэтому я как-то не особо готовилась тут. Ну и, может быть, реально спонтанно совсем все быть. В общем, тут такая бархатная синяя тряпочка внутри. И вот здесь у меня такие мои сокровища. Тут какие-то камушки. Я когда-то распотронила бусики своей тетушки, и вот эти все камушки были оплетены там чем-то. Тут, в общем, пуговки еще какие-то, цветочки. Короче, чего тут только нет. Это колечко мне делала, Ксюшка из пластики, но у меня вот это отворилось, а отклеилось оно. Тут какая-то еще пуговка. Может, даже еще какие-то, еще что-то такое. Что-то от Ифрашевских каких-то этих подвесок. Ну, в общем, вот такой вот сундучок на слоновая кость. Ну, лет двадцать ему точно уже есть. Там моя бумажная помойка. Вы ее увидели. У кого бомбит от помойки бумажной, смотрите, не помрите. Вот эта шкатулочка такая, мне ее грещук привезла с юга. Тут это из ракушек в основном все. Тут тоже какие-то у меня пуговки лежат, оказывается. Она чем-то таким голубеньким обклеена. Такая вот шкатулочка. Довольно красивая, интересная. Так, у меня там фотка бабушкиной сестры, которая в Хохляндии живет. Мы когда-то ее в поиск подавали, но кажется, ее потом все-таки нашел кто-то. Ну, короче, родни у меня очень много на самом деле. В общем, кто-то из родни потом нашел. Вот этот сундучок я покупала в Тутаеве. Тоже сейчас на кровати его перенесу. Покупала в Тутаеве, когда у нас был в 2012 году, когда у нас был выпускной, в день выпускного, когда девчонки, почти вся наша группа пошла гулять в ресторан, а мы в Троем или в Четвером, я уж не помню, в Четвером. Юля, Олеська, Люба и я поехали, в общем, в Тутаев. Мяло пошли с Любиной с сестрой все в Четвером уже в Пятером сидеть в какой-то кафе, а потом уже Юля поехала в Ростов, а мы поехали в Четвером в Тутаев. В общем, я этот сундучок покупала в каком-то храме православном, чисто потому что мне сундучок понравился. Ну, он там вроде как освещенный был, то все. И тут у меня, сейчас узнаем, что у меня тут. А вот тут у меня камушки с моего первого или второго, наверное, ну, в общем, с какого-то первого или второго приезда в Карелию. Это у меня с Петрозаводской, Онегоборга, с Онежской этой набережной. Кто-то у меня там что-то даже кому-то дарила еще. Это вот, если помните, у меня был как-то обзор на чай Алаковой зеленый. Вот это вот как раз такие брелочки. Там были помимо кожаных еще вот такие. Вот лежит. Еще у меня тут лежит кусочек. Это два даже кусочка. Такая история была, в общем, я когда была на Влааме со своей первой экскурсией от Яраболтура в Карелии в 12-м году, у меня там была такая девочка со мной ехала в автобусе, Юля. В конце из Рибинска, она какой-то преподаватель. Ну, в общем, чего-то она преподает, я уже не помню, у нас с ней не получилось адресами обменяться. Мы просто хорошо вместе провели время, когда ездили. И получилось так, что она меня фоткала, а я обнимала сосну. И вот на мне была такая голубой топик такой, и синяя юбка. Ну, синей юбки уже сейчас нет, а голубой топик у меня в деревне. Я в нем просто хожу вот по деревне. Он уже, короче, не в кондиции для того, чтобы ходить дома. в городе, в кондиции, чтобы ходить в деревню. И мне это вот кусочек этой, как она, не смолок? Скорка, короче, этой сосны. Забыла я, короче, как она называется. Вы мне потом в каменах напомните кто-нибудь. Она мне забралась, она потом разломилась на две части. Она мне забралась прямо под этот топик, хотя у меня было так сделано, что вообще никак не заползешь. Ну, и Юля решила, приколола у меня тогда, что вот, типа, это символ, знак, святая, а, кора, вот. Кора сосны, в общем, святая кора сосны, которая с Валаама решила ко мне приехать. Ну, в общем, такой сувенирчик. И она у меня у детей до сих пор лежит. Тут у меня какая-то бумажка. Камушек. Возможно, что он тоже с какой-то моей поездки, наверное, скорее всего, может быть, со второго приезда в Карелию или с первого. В общем, какой-то камушек. И еще какой-то камушек. Не спрашивайте, откуда этот камушек. Я не помню. Но, учитывая, что тут все связано с Карелией решить, тут, скорее всего, это какой-нибудь тоже карельский камушек. Ну, и бумажка неизвестно откуда, неизвестно зачем. У меня, кстати, с таким запорчиком есть сундучок, который мне Юлька дарила. В нем был Пуэр, кажется. Ну, в общем, какой-то чай в нем точно был. А этот у меня просто сундучок. Люблю сундучки. И тут еще одна шкатулка. На ней обезьянка. Это я покупала в Рибинске с ключиком такой, тут типа запорчик. Как он называется-то? Замочек. Кстати, слойник тоже из Рибинска. Это на первом, кажется, там был День города, и попутно литературное мероприятие, посвященное Дню города. Ну, и, соответственно, мы там были приглашены из Углича, и я там выступала в роли Пиита. И вот у меня это я там покупала потом, просто когда гуляли на День города. Эту шкатулку мне еще при маме подарила Лена Грищук, дождавутова. Мамина подружка. И когда-то у нее тут была музычка. Вот, смотрите, нам повезло. Ну, на самом деле, тут батарейка все-таки садится. Ну, что понятно по музыке, это к Лизе Бетховене, то бишь она же Тереза, к Терезе. Тут у меня... Так, а ты что у нас вообще? Это... Так. А, это какая-то монетка. В общем, это как какой-то цинк, не знаю, домашек, кажется, падает, то ли из Турции привез, то ли еще что-то. Еще какая-то монетка. Это, по-моему, вообще метро. Или московская, или питерская. В общем, значочек какого-то метро. Что за метро, не знаю. Тут еще какая-то бумажечка. Там какая-то, ой, мелкая фигня. Ну, там, наверное, можно, конечно, батарейку заменить. Но, в общем, ей больше, не знаю. Она совсем маленькая была, когда она мне ее дарила. Ну, не то, чтобы маленькая, но тоже ей 20 лет, наверное, где-то. И вот она еще, прикиньте, живая. В ней раньше одно время хранились какие-то сережки жемчужные. В общем, в чем ей только не хранилось. Вот это у меня эти мои сокровища. Еще тут есть маленькая шкатулочка. Это вот черепашка Наташка, которую мы привезли из Костромы. И здесь вот такая шкатулочка. Мне ее тетушка приволокла. Сейчас я попробую ее как-нибудь показать. Тут какая-то пуговка у меня, кажется. Так, сова. В общем, тетушка у меня ездила со школы. Они периодически ездят. И в какие-то поездки я наркотом мне ее привезла. Мне кажется, такие берстяные, они, в принципе, везде. Вот на туртропах, тропах, тропах. В общем, на туристических этих рынках продаются в разных городах, мне кажется. Вот такая коробочка. Точнее, коробочка тоже, можно сказать, что сундучок. Шкатулочка. Ну, и у меня и здесь уже шкатулочек нету. Ну, именно на этой полочке. Но я тогда делала, когда обзор комнаты, кажется, вот именно вот эти шкатулочки на этой полочке-то ее пустила обозреть. В общем, я надеюсь, удовлетворила ваш запрос про шкатулочки. Ну, и, так сказать, спасибо за просмотр, что ли. Я сейчас постараюсь еще что-нибудь записать из ваших запросов.